Маленькому Артему 7,5 месяцев. У малыша тяжелый порог сердца. О патологии мама Артема узнала еще будучи беременной. Врачи говорили, что нужно оперироваться в кардиоцентрах. Когда малышу было 5 месяцев, Ирина уехала с ним в Новосибирск. Ребенок перенес 5 операций за неделю, можно так сказать. Все тяжелые операции на открытом сердце. Три из них, четыре полостных, одна через ножку получается. Полтора месяца находился в реанимации под аппаратом ИВЛ. История Ирины и Артема не единичная. Раньше за сложной кардиохирургической помощью для детей приходилось обращаться в другие города страны. Нас не было специального оборудования, которое позволяет проводить операции, когда сердце не бьется. Теперь в Иркутской детской областной клинической больнице есть аппарат искусственного кровообращения. Сейчас врачи проходят обучение для работы с ним. Аппарат отличный. Это последняя модель, которая есть. И там, в первой городской больнице в Санкт-Петербурге, у профессора Мавсисяна стоит такой же аппарат. То есть идентично работать. Аппарат купили при поддержке фонда «Нужна операция». Идеология фонда, она достаточно простая. Мы хотим, чтобы качественная технологичная детская медицина была доступна в любом сибирском и вообще российском городе, маленьком поселке или деревне. Очень рады, что смогли посодействовать в приобретении очень значимого для региона аппарата. Это действительно знаковое событие. Врачи говорят, теперь мечта о создании в Иркутской области службы детской кардиохирургии при сложных пороках сердца обретает свои очертания. То отделение, которое было открыто в 2008 году в областной клинической больнице, детское кардиохирургическое, оно сыграло огромную роль. Но с течением времени стало понятно, что дальше, когда спускается возрастной порок операций и происходит развитие более сложных видов оперативных вмешательств, все-таки оптимально такому отделению находиться в стенах детской больницы. В Иркутской области ежегодно рождается 300-350 детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь многие из них смогут получить качественную помощь дома в Иркутске. Давид Нагорный, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.